Друзья, привет! С вами Станислав. Очередная у нас новиночка. Я, если честно, долго его ждал. Компания Yicomura давно анонсировала среди дилеров этот самокат, но, соответственно, мы их получили относительно недавно. И вот, наконец, у нас руки дошли его снять. И хочу с вами вместе в этом видео поделиться своими впечатлениями, своим мнением о этом самокате. Встречаем i8 Pro. Поехали! Музыка Ну что, друзья, компания Yicomura не перестает удивлять и, на самом деле, на сегодняшний день, а сегодня у нас с вами 14 июня 2021 года, разгар лета, сезона, компания Yicomura внесла, наверное, не побоюсь этого слова, фурор-то среди такой революции небольшой, среди полноприводных легких самокат. На сегодняшний день, на момент съемок, у него конкурентов у этого самоката нет, потому что вес самоката 23 килограмма всего лишь, и при этом он имеет два мотор-колеса, номинальной мощности по 500 ватт, то есть в номинале киловатт, емкость аккумулятора у нас с вами идет, 48 вольтовый на 20 ампер часов. И опять же, по заявлению производителя, максимальная скорость на этом самокате может достигаться до 50 километров, а пробег на одной зарядке, ну, здесь уже зависимость, конечно, как вы будете ездить, ездить, как говорил там, вес райдера, манера езды, все это делать само собой, но еще, конечно, на каком приводе и на каком режиме вы будете есть, потому что если есть на полном приводе, один из клиентов проехался с весом 90 килограмм, ехал, грубо говоря, газпол постоянно на спорт режиме, он проехал около 35 километров, на самом деле, очень хороший показатель, учитывая того, что спорт режим, полный привод и 90 килограмм веса, то есть если говорить о режиме полного привода и при этом стандартный городской и вес райдера будет примерно там, не знаю, 60-70 килограмм, то смело, мне кажется, можно проехать 45-50 километров, ну, а если мы отключаем с вами, включая монопривод, то здесь, в принципе, как вот классический i8, я думаю, что 60-70 километров, ну, 60-65, я думаю, что ему будет покорены, и вот, друзья, ну что, на самом деле, хочу сам быстрее встать на этот самокат, покататься, поделиться с вами своими впечатлениями, повторюсь, очень его ждал, и по мне этот самокат очень зайдет и заслужит, в любом случае, внимание ваше, наше, да, то есть и, ну, реально классный аппарат, давайте с вами знакомиться. Итак, по кузовщине давайте начнем. Внешне, на самом деле, он особенно сильно не отличается от i8 Monorim, то есть здесь единственное, что добавилось, это добавилось у нас с вами переднее мотор-колесо, потому что, вы помните, на i8 классических, там, Monorim, либо, соответственно, Motovilk, да, у нас был только заднее мотор-колесо, а, соответственно, переднее просто надувное, и, соответственно, колеса были, кстати, надувные. Здесь у нас идут колеса не надувные, цельные, но при этом покрышки, они такие идут, то есть, попробуем в это видео вам предложить эту покрышку, фотографию, то есть, если мы снимем покрышку, да, то есть, там будет у нас такая перефорация небольшая, да, то есть, она достаточно такая мягкая, то есть, это не какая-то такая жестко дубовая, то есть, она, в принципе, имеет такое смягчение небольшое, плюс передняя подвеска Monorim, за счет чего будет плавность хода намного интереснее и комфортнее. Задней подвески у нас нету, так же, как и на i8 формата. Что еще у нас здесь с вами появилось? Появился тормоз не только передний, но, соответственно, и задний тормоз. Оба тормоза барабанок. Кто знает, что старый добрый барабанный тормоз, он, в принципе, достаточно такой неприхотливый в обслуживании, легкий достаточно в обслуживании, поэтому здесь, в принципе, в таком сегменте самокатов, я думаю, что более чем за глаза будет достаточно. Что касаемо динамики, конечно, безусловно, здесь хочется, в первую очередь, на него встать и покататься, потому что пока что, друзья, я не могу с вами поделиться сейчас этими впечатлениями, потому что я еще на нем не ездил, если честно. Здесь у нас с вами по рулю, давайте пробежимся, руль у нас остался без заменения все то же самое. Грипсы стандартные, удобные. Звоночник также, тормоза, курок газа, подножка. Механист вложения остался прежний, как на i8 классический, то есть убрали фиксатор, оттянули. Здесь он у нас сделан капитально. Сложили, зафиксировали, подняли самокат. Да, чувствуется, что стал потяжелее, 23 килограмма. Но, опять же, друзья, среди полноприводных самокатов, какой интересный самокат весит 23 килограмма? Давайте с вами сейчас подумаем. А, наверное, никакой, только и Камура i8 Pro. Подвеска Monorim, в принципе, многим уже знакома. Хорошая, надежная. Со своими, как говорится, и плюсами, и минусами, да, то есть, безусловно. Но, по мне, достаточно достойный аппарат. И Monorim, в принципе, среди самокатчиков зашел достаточно неплохо. Давайте с вами по клиренсу пробежимся, посмотрим. Сейчас я возьму суперинструмент, старую добрую рулетку. Измерим полезную деку самоката. Полезная площадь у нас с вами 52 сантиметра. Ширина идет у нас с вами 16,5 сантиметров. Ну, а клиренс сейчас выровняем. Берем подножку, поставим. И мы с вами здесь увидим 8 сантиметров клиренс. Ну что, друзья, давайте с вами поговорим о сердцевине этого самоката. Здесь у нас с вами стоят два контроллера 48-вольтовые на 16 ампер часов. Аккумулятор у нас с вами стоит, как я и сказал, на 20 ампер часов. Элементы 18650. В принципе, старые добрые проверенные уже временем. Многие клиенты спрашивают, а для чего нужен полноприводный самокат, да, друзья? Ну, здесь я вам скажу так, что сугубо свое мнение, да. Если вам нужна тяговитость, проходимость, либо под нагрузкой, чтобы самокат вытягивал, да. То есть, безусловно, в этом случае вам нужен полноприводный. То есть, даже, например, если взять, человек весит там 100 килограмм, да. По заявлению производителя здесь максимальная нагрузка выдержит 150 килограмм. Но, опять же, я лично от себя, наверное, рекомендовал бы не больше 120 килограмм. Хотя производитель 150 спокойно говорит, что можно. Но, тем не менее, то есть, если мы возьмем с вами самокат монопривод, да, и полнопривод одной модели, той же самой, да, к примеру, вот как в данном случае, там, i8 либо i8 Pro. Станет человек с весом там 100 килограмм, то, соответственно, под ним самокат под моноприводным, да. То есть, будет ехать вяло достаточно. То есть, на полноприводе тяговитость будет лучше, динамика лучше. И, опять же, угол наклона, подъем, да, то есть, будет затягивать намного лучше. И даже там, где монопривод не затянет, да. То есть, полнопривод, вероятность того, что он его затянет, да. То есть, она велика и выше раза в два или в три. То есть, поэтому здесь вот ответ касаемый на вопрос, для чего нужен полноприводный самокат. Если у вас выбор стоит, либо монопривод i8 взять, либо полный Вот, поэтому, друзья, здесь, безусловно, выбор за вами, какой выбирать У нас в наличии есть i8 с мотой вилкой, есть i8 с моноримом, есть i8 Pro То есть любой выбор, приезжайте, покатайте, сравните для себя Мы попробуем тоже видео заснять еще отдельное сравнение с i8 с полным приводом То есть с вами поделимся этим видео отдельно в ближайшее время Вот, а так, соответственно, безусловно, самокат интересный, скажу от себя То есть мне самому интересно, как он будет себя вести в дальнейшем Учитывая того, что здесь у нас полный привод отключаемый Помимо этого, здесь еще есть такая опция, что мы можем менять с вами привод То есть захотели, включили передний, будет только передний работает Захотели задний, только задний будет работать Захотели два мотора, будет два мотора работать Плюс здесь есть система, как на 9-боте То есть можно поставить пешеходовый тип формата То есть, соответственно, он будет ехать не больше скорости средней пешеходовой по городу То есть будет, соответственно, с слабой тягой ехать Ну, эко-режим, само собой, спортный режим и обычный драйв Также имеется у этого самоката приложение Мы приложение акцентировать внимание не будем, потому что компания Nikamura, она его еще допиливает То есть она еще немножко сыровата, но тем не менее Там также можно задавать настройки и включать круиз-контроль Сограничивать, включать также полноприводы и так далее А сейчас я хочу покататься на этом самокате и с вами поделиться с впечатлением Ну что, друзья, могу сказать Фурортный самокат получился Назовем это так Потому что легкий, но при этом, блин, дерзкий самокат, друзья Легкий полноприводный самокат Вне конкуренции, реально вне конкуренции Как он набирает, какая динамика поначалу То есть нужно привыкнуть к курку То есть если вы курок резко нажимаете Чуть-чуть такое поддергание легкое То есть, соответственно, это может не каждому привычно будет поначалу Но привыкнуть в любом случае Далее, что вы хотите сказать Если вы нажимаете курок плавненько То есть он, соответственно, начинает нормально ехать Без дерганий, без этих рывков То есть надо просто привыкнуть По мне, прям вот супер самокат, реально То есть кому нужен полноприводный самокат с характером При этом обязательно строго, чтобы был легкий Вот именно легкий, да То это однозначно нужно рассматривать i8 Pro Потому что он вне конкуренции Но, конечно, кому нужен уже самокат там С большим пробегом, там, я не знаю И 70, и 80, и скорость Это была колоссальная То здесь, конечно, уже можно другие рассматривать Линейка полноприводных самокатов большая Dualtron и Camuro, Ultron То есть другие тоже полноприводные Но, друзья, учитывая того, что Мы его разогнали по GPS-у, по прямой С весом райдера 85 килограмм, при этом он не на полную еще был заряжен 50 километров Друзья, да это огонь Что я могу сказать? Огонь Поэтому тут прям, ребят Единственное, что могу сказать, да Чтобы, друзья, вы не думали там о том, что там Мы вот прям за, скажем так За какого-то именно токен производителя То есть мы стараемся просто сугубо свое мнение выражать Потому что мы также здесь катаемся на самокатах Любим самокаты То есть и неважно, какой производитель И стараемся открыто, честно говорить о самокатах О плюсах и минусах Так вот, что касаемо минусов Которые пока что я сейчас чувствую Это то, что ему, конечно, не хватает подвески задней Передняя она есть, но она немножко такая дубовая Да, просто надо посмотреть Может чуть-чуть поднастроить переднюю подвеску Потому что мы сейчас его достали Соковый формат Я бы сюда добавил подвеску однозначно Потому что ее не хватает То есть если вы берете там, опять же, город Такая небольшая пересеченка Да, то, в принципе, его будет достаточно Но если вы планируете где-то покататься Устроить покатушки такие Где там по бездорожью капитальному То однозначно нет Вот это, опять же, сугубо мое сейчас мнение, ощущение Вот, а так, в принципе, самокат очень интересный По мне очень зашел Посмотрим, как он будет себя вести Безусловно, уже там с пробегом Там, не знаю, 200, 300, 500 тысяч километров Очень интересно Для меня пока непонятна система Вот это отключение полного привода То есть, ну, я имею в виду необычный формат Классики, да, когда мы включили полный привод А включили полный привод А тут у нас с вами идет Привод, получается, передний Включается, да То есть, а можно еще и задний включить То есть, вот это мне пока не совсем непонятно То есть, как это будет себя в процессе вести Но, опять же, как и заявляет производитель Камура, что здесь, в принципе, все на заводе протестировали Да, очень хорошо Поэтому здесь вопросов не должно быть Вот, поэтому, если все это так То это вообще огонь Просто будет пушка В этом плане Вот ездишь спокойно по городу Захотел поднадавить, поднавалить Но понажал и пошел, пошел, пошел И как он набирает, а? Сразу скажу, по тормозам По тормозам Имейте в виду, что барабанный тормоз Он немножко отличается, мягко говоря Да, там, от того же самого гидравлической Системы тормоза Поэтому, кто катался на гидравлике Да, то есть, и встанет на полноприводный Ай-8 Pro Имейте в виду, что торможение немножко другое Поэтому Рассчитывайте свой тормозной путь, друзья И вот знаете, что еще мне Я бы здесь добавил бы Но опять же, как конструктивно куда-нибудь Это Можно было бы поставить Вот не хватает, как будто бы Ощущения, когда на полноприводе едешь Задняя опора для ноги Вот прям так и хочется ее Чтобы она была Ногу поставил И пошел, и пошел Ох, хорошо Динамика Да, если кто-то сомневается Или, например, еще Приезжайте к нам на Тайдрайв Покатайтесь, посмотрите Просто ощутите сами И я уверен, что у вас точно такие же будут эмоции Как у меня сейчас Положительные Потому что самокат получился реально интересный Очень интересный Я, как и говорил ранее, я его очень ждал Потому что я уверен, что этот самокат Среди полноприводных Относительно недорогих Полноприводных самокатов И легких Он займет на сегодняшний день первое место И у него просто нету Конкуренции на сегодня вообще То есть вне конкуренции Ай-8 Pro Сейчас, кстати, хочу включить монопривод Чтобы его включить Нужно пять раз нажать подряд К нулайшу Раз, два, три, четыре, пять Так, у нас включился Сейчас передний Да, передний Вот Ну вот, кстати Тоже самокат В принципе, динамичный Без такой дерзости Как был на полном Но, тем не менее Хорошо ей Хватит, друзья Если Аккумулятор подсаживается Чувствуете Полный привод Отключили Отключили передний Либо задний Сейчас включу задний Раз, два, три, четыре, пять Все Включился задний привод Пробуем на заднем Сейчас задний у нас За работу И едете на Любом из моноприводов Да, то есть И Наслаждайтесь Максимально долгим пробегом Комфортной ездой Сразу Очутил, кстати Переключая Вот на переднем приводе И заднем Да, то есть На переднем приводе Он подхватывает Более интересно Едет интереснее По ощущениям По крайней мере Чем на заднем Ну а тут На любителя Как говорится Кому что больше Нравится Друзья Я с точки зрения Конечно Не инженера Да, то есть Не там Электрик Но тем не менее Я бы советовал Все-таки Включать Полный привод Вот сейчас еду Круиз-контроль Сработало Все Я на круиз-контроле Еду Ездить на полной приводе Точнее Включать Либо отключать Полный привод Либо монопривод Остановите самокат Включите И после этого Начинайте движение Это в принципе По технической части По мне Будет правильнее Что касается Гидроизоляции Кстати, друзья Делать обязательно Гидроизоляцию Самокаты В том числе На И-8 Хоть там У завода Идет Гидроизоляция Штатная Но она Не прямое утопление А просто Лужа Дождь Оно не защищает И есть слабые места Которые требуются Обработки И подготовки Самоката Поэтому Этот момент Учитывайте Прежде чем будете Ездить В какие-то Такие Дождливые Погодные Условия Так что, друзья Если нужна Гидроизоляция Либо другое Какое-то Оснащение Пожалуйста Обращайтесь к нам В магазин В нашем сервисоцентре Мы это сделаем Без проблем На любую технику В том числе На И-8 Установим Поставим Можете кататься Наслаждаться Поездкой На вашем Электросамокате В любые Погодные Условия Что, друзья Сейчас хочу По горке На горку Заяхать Тут горка Такая Тоже Продолжительная Но не такая Ваш резко Сейчас До той Доеду Которую Хочу Увидеть Как раз Здесь тоже Будет очевидно Видно В чем Отличие Монопривода От полного Привода То, что я Говорил ранее То есть На моноприводе Ты будешь ехать Еле-еле А некоторых Монгорд Даже не заедешь То на полном Приводе Как сейчас Я еду Просто чувствуешь Как залетаешь Хочу сравнить На небольшом видео На этом самокате Включить полный Привод Проехать на одну Горку На ту же самую Заехать И Включить полный Привод Моноприводе Заехать И посмотреть Динамику Его Я думаю Сами ощутите И видите Сами Наглядно Так Ну что, друзья Включаем Монопривод Так Все Включил Включил Задний Привод Попробуем Посмотрим Как он поедет Так Задний Привод Едем В горку Вес У меня 70 4.75 Так вот Вес Плавает Спорт режим Задний Привод Повторюсь Тянет Скорость На бортовом 11-12 Км Показывает Яленько Но Затягивает 12 км В час По бортовому Так Ну дальше В принципе Смысла нет Ехать Ну ладно До конца Доедем Пешеходный Переход Обратно Сейчас включу Полный Привод Так Так Это Передний Все Полный Привод Поехали Ну вот Динамика Сразу Отличается Более Интересно Затягивает 17 Км 18 19 19 По бортовому Ну вот Что и хотелось Друзья Вам сказать И показать Вот в этом Конкретном Видео То есть Точнее Сравнение То есть То что Полный Привод Он Лучше Тянет То есть Как раз Для людей С большим Весом Либо Какие-то Преград Либо Горки Соответственно Где Не затянет Не задеет У вас Монопривод Полный Привод Он Вытянет Поэтому Так Вот Друзья Привод 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 Весом Привод 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, я впечатлен, если честно На самом деле у меня эмоции переполняют Могу сказать, что самокат мне лично очень зашел Если резюмировать, опять же Если вам нужен легкий полноприводный самокат Однозначно i8 Pro Самокат с характером Однозначно очень интересная модель Уверен, что многим сейчас, кто за кадром смотрит, наблюдает Из вас, друзья Вам он тоже понравится, поэтому я вас приглашаю к нам в магазин На тест-драйв, покатайтесь, посмотрите Захотите, сравните С моноримом монопривод Мотовилка монопривод Полноприводный, то есть Разный самокат у нас в магазине представленный Для себя ощутите, поймете Я думаю, что у вас те же самые будут впечатления Та же самая вот этот вот Драйв, который у меня, скажем так Подарился сейчас вот этот самокат Потому что вот ощущение реально очень положительное от него на сегодняшний день Поэтому жду вас у нас на тест-драйве Магазин у нас находится в метро 95-го года Большая Декабрьская 3, строение 1 Это метро 95-го года, повторюсь Торговый центр электроник на Престе От метро 200 метров Так же имеется парковка Огромный выбор, тест-драйв Приглашаю, покатайтесь, посмотрите, выберите Ну а с вами был Станислав Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok